Такие нестандартные Рики Мару, Вайпер, то есть, ну ладно, Рики окей, этот герой сейчас очень популярен среди топовых команд, вот, но вот как насчет Вайпера, наверное, ты его хочешь банить, когда хочешь брать какого-то героя, которому он будет неприятен, ну вот и появляется Феникс. Как же хорошо заходит Феникс, вот, все время в Лешака, этот Лешак яйцо бить не будет, и мы уже видели, какой же сильный каорий исполнительный там Фениксе, да, конечно, там, в частности, в игре, где он там бегал на огромнейшем Минутворсе, он стоял против двух милишников, там было несложно разогнаться, но посмотрим, как он будет в других условиях себя проявлять. Пока, действительно, ответа на этого Феникса нет, можно Мирану, конечно, какой-то взять, в качестве ответки Феникса. Ну, Мирана против Бэтрайдера не так плоха, наверное, в теории. Ну, Мирана Бэтрайдер, скорее всего, Бэтрайдер все же хорош против Мирана, он там у бочкой и лип может сбить, и в целом ей, у нее отсутствует какой-либо дизейбл, ой, и диспелл. Но Мирана против Феникса крутая, спору не будет, но это будет, если Мирана появляется, это будет Мирана четверка, тут, по идее, обняв без вариантов должен быть пять. Феникса Войда. Снэпфайр, да, был отличным героем. Мирана, Войда своровали, скорее всего, Мирану взяли. Ну, под Войдика здесь есть дэмэдж, может ли Шрак там как-то занести ДПС. О, Рона. Кану там стрелой тоже подсетапить. Вроде пока неплохо это все смотрится. Единственный момент, что, наверное, на Войди ничего Фениксу не делает. И это неприятная линия против него. Мы уже обсуждали о том, что Войд не любит стоять с героями, которые периодически урон наносит, и как раз Феникс один из них. То есть, за счет там птичек он тебя кидает, там харасит потихонечку. Сружочки особо не работают, ты не восстанавливаешь фулл хп себе. И вот появляется Сларк. Который, опять же, хорошо может работать против хроносферы Войда, может там прятать в шар своих тиммейтов. Сам, если как-то там на скиле успеет нажать... Ну, вообще в целом, всегда Сларка контрили Войдом. То есть, не может он хроносферу дисплеить. Да, и если еще посмотреть дальше, то Лешрак очень хорош против Сларка. Я не знаю, Сларк здесь нужен. Ну, как бы Сларк не любит того Е-дэмэджа. Хорош, да, видимо, не очень. Все же, по-любому Сларк у нас соберет. Матч Слэр себе в какой-то стадии игры этого Лешрака сможет он сгрызать. Думаю, он будет даже перерегенивать его урон. В Shadow Dance'ах с Шарда, с ульта. Плюс есть хил от Феникса. Ну, и в целом, если ТА-2000 уверен в своем Сларке, то почему бы и нет? Ну да, здесь на скиле все очень много зависит, конечно. Красно, понимаем. Чего не хватает у нас с Хаслером? Хватает хорошей тройки под Мирану. Против Сларка будет хороша. Хороша, то есть мы понимаем, что это не Кентавер. Какой-нибудь Тимбер. Тимбер, может поставить Турчислава? Это ли, наверное, да? Да не совсем ты вообще хочешь. Тимбер об Турчиславка, но с учетом того, что Тимбер это сигнатура Кодовой Ламы, но по-любому здесь против него Феникс, который его сожгет. Против него куча урона от Батрайдера и Снэпфайр. Тут Тимбер не будет. Сами себе забанят Тайда, но Тайд тоже в Старка не очень. Можно ли здесь кентавра? Марс. Я подумывал о Кентавре, который вообще в принципе в любую игру заходит. Тут можно было бы яйцо кайтить на Стампиде, убегать там от ульты Снэпки, но решили взять Марса. По идее комбо хороший, Мирану плюс Марс на линии. Ну и нужен Тимфайт хороший для РД Тандерс, вот как раз таки кентавр на самом деле не так плохо для них будет здесь. Либо Праймл Бист. А он в бане. Что еще можно взять такого? Был очень просто супер хороший Тайд, его убрали, был супер хороший тоже Дум. Его забанили. Баны у Д2 Хастлера с последней стадии крутые. Что, вина Майнсера в тройку? Кентавра, наверное, в Вайда не особо хочется брать, он на часть урона будет постоянно убирать с Тайм Волка. Вообще остался. Много оффлейнеров вообще улетело в бан. Ну, есть Ликан, есть тот же самый Визаж, про который я вспоминал. Здесь можно снэпку поставить, флексануть на тройку. Да не хочешь ты, наверное, вот тоже снэпку в тройку иметь против Вайда. Хочется какой-то периодический урон здесь увидеть. А как же мы могли забыть про Энигму, которая была. Ну, окей. Если сводит, не так плохо против Энигмы, наверное. Ну, я имею в виду по игре. На линии, конечно... До тех пор, пока тебя не взяли в Блэквол. Здесь единственная цель для Блэквола это шанс. Здесь Энигма вполне сможет играть через классический, допустим, да, конечно, купит грифсы обязательно первым артефактом, но потом БКБ Блинк, а Блэквол просто Вайда, и на этом Тимфайт может заканчиваться. Но в целом много кнопок с большим кулдауном. Ему же будет очень тяжело на линии. Вот в чем проблема вся. То есть против него придет кто там Вуитер плюс Амар, а у него пятерка у меня Найт. Что ты будешь на линии делать? Ну да, здесь эта Энигма полный аутдрафт сделала. Вообще непонятно, каким образом герой, который вообще постоянно в первой стадии улетает либо в бан, либо в пик, вот доходит до последней стадии. Я даже о нем ни секунды не задумался, потому что это настолько неочевидно. Я вообще забыл про него, да, действительно. Либо он обычно в пуле, либо его убирают. Так, ну и что у нас дает вэт бум по коэффициентам на эту первую карту? 2.35 на Аслеров и 1.55 на Радо Тандерс. Неплохие коэффициенты, я тебе так скажу. Ну, действительно. Как-то многовато дают на Радо Тандерс. Я думаю, что-то типа 1.3 Если бы я был букмекером. Ну, хорошо, что я не букмекер. Зарился бы, наверное. Зарился бы точно. Ну, тут непростая игра для Фесси свой добыт. Это правда. И Шрак на Миде тоже, знаешь, скилловый матчап очень. Просто если, ну, я уверен, например, Энигма плюс Снепка 100% линию высушат. Это 100%. Сларк, в принципе, постоит. Марса, Эмираны, ну, вообще. Там мы давненько не видели, чтобы Марс свою линию как-то там жестко выигрывал. Тем более, что Каори стоит саппортить на Фениксе. Я вообще верю в то, что Каори сейчас эту линию высушит чуть ли не в соло. На этом герое он играет очень круто. Это что за вард был? Неужели было видно, как Мираж поставил сейчас вард? Мне кажется, должна быть информация. Посмотрим. А никто за этого берется, естественно. Паралама забирает рону. Три руны забирают у нас тут и два хастлера. Понимают о том, что у Арида Тандер есть Энигма, которая приходить на руну не хочет, воспользовавшись большинством. Ну и что? Интересно будет посмотреть на матчап Батрайдер Дешрака. И на низу, наверное, тоже будет интересно. А вот на топе там будет просто, скорее всего. Будем смотреть, как Энигма Динает крипов в Айду. Папи тоже Энджел будет подставляться, если подробовик, знаешь, под уголончиков, под Малифайс, ну там, посмотрим. 6 таков пока что получает Мираж, ну это на старте. Тут, понятно, ничего страшного нет. Еще нет Фарифлая. Это еще Три Динае уже есть Лишрака. Неплохо он поставил первую пачку. Фаури начинает уже харасить. Аликс очень серьезно просил по ХП. заблочен в Аскавури. Ну на центре, кстати, небольшой тильт происходит. Вообще, посмотри на Крипстат. Лишрак снял 6 скрипов из 2 пачек. Только 2 крипа не удалось ему заденайить. Ну, Грю, Лишрака, конечно, одна из самых крутых, наверное, чтобы на Миде стоять. Быстрая, крутая анимация, достаточно урона у него с руки. А у Бэтрайдера это на старте вон 47 дэмэджа как бы. Да, у него есть, конечно, на Палму, но, тем не менее, старте бетикам тяжело. И Шаркуте в время приехал уже ботинок, у него все суперкруто на центре. Ну, топ линия тут, конечно, как же будет тяжело. Да, сейчас немножко идолонов шат забирает, но это пока что идолоны первого левела. Их очень легко забрать. Воспоминание третьего, тем более пятого уровня. У Войтера здесь будет просто суперлиния. Ну, если или Шарк очень хорошо стоит мид, и что пока у него все здорово. Может быть, как-то он заснул в улице. В конце будут. Панк прилетает бетику. пока что по крипам хастлеры вообще неплохо себя чувствуют. Все три топ крипстата находятся у хастлеров. Да, все отлично. Бетика не качает пока что. хастлеров. Остает скалпоинт, не качает фаерфлай, не качает бочку. Бочку без фаерфлая наверное не имеет смысла. фаерфлай. Там знаешь, если враг прожал стики, на нем 10 напаллов, и ты его бочкой отталкиваешь, тогда ну так никто не подставится естественно. Халори здесь не так просто. Тогда он все-таки стоял против двух милишников. Здесь есть алекс на миране. Может как-то знаешь, подраться все-таки ренч на ренч. Энджел тратит на себя фласку. Просадили его по хп. Что у нас по крипаму Энигмы 10 у фасисовой до 15. Вот пока стоит. Пока что стоит. Если стиков есть у миража, у него нет маны, я не знаю. Твердый если бы получал сейчас нуд, мог бы его попробовать подсетапить. Вот и есть. Будет и пятый. Этс так. Ну там знаешь, что тебе нужно выкачать и бочку, и фаерфлай. Пока что ты просто зонишь этого лешрака. И думаю, нуб должен быть этим доволен. У него вообще 8 крипов на линии. Провальный крипстат. С учетом того, что это батрайдер был пикнут в первой стадии, когда уже видели лешрака. То есть нуб должен был быть уверен в этом мачапе. И пока что он его просто вдребезге проигрывает. Ничего такого бывает. Или я уверен по натворцу он не проигрывает. Мираж получает урону воды. У миража пока что нет. Боттлы, кстати говоря, он вообще его не собирается покупать, похоже. Давайте сразу в арканы. Что-то не тормозится в котлу. Ну и, кстати, действительно был прав. Планетворца всего лишь 300 голды у миража преимущества. Сейчас еще и... Ну да, это лошадь, лбан из калории. Войной старфол. Мирана все-таки подкарауливал. Двоечку взяла Storm Storm, подлетела в упор дула и калорий там за счет ЛХП ставился умер. Он еще в методми раны. леща губь, мираж. Вот и соливарня произошла. От райдера все-таки подловил он его на бочку, видимо, да. Ну, приятно для Мирана, знаешь, нажать ТП и забрать себе вот такой вот соло-килл, то есть по XP очень сильно она погалдеть, сейчас сапожок себе принесет. Пока для Хаслера все не так плохо. И сильно там страдает ФСС Войт, мы видим. 22 хрипа у него есть, только же сколько у Сларка. Вот сейчас возможно подставится Angel будет Малифайз и без Малифайз придется тратить ману. Скорее он наверное ждал того момента пока Омник нажмет свой репел как он называется Хевенли Грейз сейчас дисплей этот полифайз как раз таки или шаг пошел лес таков тут нет просто забавайте сбегал и даже без банки калорий третьего левела четвертый до 2000 давай ламы 31 крип рефармлив поделиться ларка не по шансам может быть или нет давай ламам без стиков остался и отличный паунс от А2000 почувствовал момент когда можно напасть и в ответ калорий на каплях выживает научно своей первой смертью купил капли мирон урон не наносит бэт пока себе только один стак сделал так много можно побольше попробовать возвращается омар на топ линию а я вам напоминаю дорогие друзья что сто процентов депозитов получаете по промокоду деписи баннер под трансляции нажимайте регистрируйтесь на бэтбум вводите деписи при пополнении баланса и забирайте бонус себе неприятный хорос ларка происходит марса все еще до 2000 далек от 6 уровня с поведением 6 конечно здесь будет попроще 5 уже имеет и бетик сюда летит очень минус не уйдет никуда паунс до сих пор ну приходится нажимать лассо этого марса и капитально так испорченно сейчас играл марс долгое время топ 1 нетвор топ 2 и отправляется он пониже теперь да на самом деле этот пиков очень много значит для та 2000 потому что как раз возможность соло постоять на линии взять себе апнуть 6 пока не пролетел марс буквально пару пачечек тебе придет видишь саппорта его оставили очень грамотно на самом деле действует орбит андерс и мираж что попытка толкнуть линию похарасить немножечко мид но тут уже нуб и уже нуб конечно не позволит этого сделать остается один вуитер не нужна муха 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 snapfire получает он full expo вообще никакого килл потенциала него не имеется умничьего просто чтобы в кулдауну что из полы возможно войд думал что там есть и долны в кулдауне чтобы подольше они откатывались ну и стаки тамар начинает делать очень грамотно батрайдер их с кайфом зафармит будет хорошая игра так алекс почкой откидывает липо больше нет но ценой своей жизни забрал эту ирону и дал нобу но нуб со файрфлаем просто сейчас зафармит стак который нафармил как раз у него файрфлайер достаточно осталось чтобы зафармить этих шишечек и все здорово у нуба по нетворсу он топ 2 занимает и намного отстает от лишрака лишрак конечно но хотя даже наверное намного 500 голды все таки на 8 минуте наверное решает посмотри что вообще происходит заходит ангел чекает количество стаков на вражеской вражеский аншах большой кемп сейчас просто забирает мираж и говорит спасибо амару ну на самом деле я тебе так скажу неприятная ситуация мираж здесь очень много получил да неприятно это плюс 300 для миража и потенциальный минус 300 у батрайдера который бы эти деньги получил кадры уже летят трава лада я так понимаю да может поактивнее подключаться на сайды до 2000 меньше стоило почти седьмой падение 2 ламу возможно я его пятый левел арена еще нет а вот 6 6 6 отнул но там есть shadow dance прекрасно понимает 2 лама 2 еще один телепорт будет ли фотосфера что нужно ставить нужно сферу так хотят забрать можно просто можно просто за руки задолбить пытка улететь на хайграунд но не удается хорошие два пик оффа и можно открывать бот тавер подошел сюда мираж у него диаболики в три и прожимается глиф отличный момент отличные перетяжки от команды дота 2 хастлерс все еще остается хроносфера которую можно использовать в комбинации с шарком арена куда-то низкий и должен падать здесь тавер старку здесь снизу делать больше нечего ушел он в лес сларк будет разгоняться даже быстрее чем будет лесу сейчас получим 7 хорошего потенциал для фарма а четвертый это факт поэтому быстро он фармит две пачки ну или не для вот для давай-ла мы оставили хочет он дайгер 1400 голды у него есть мид конечно же пробить битрайдера не получается это не герой который быстро сносит тавер если ты уходишь таки герои каких-то движений по карте и пиков и все у нас если свойство само вражеском лесу ушел он стоп а топ открывает в уйтер и здесь начинает можно поставиться снизу каори три героя его почитают помни конечно плохой герой для нападения но вот есть арена легкий должен быть килл на фениксе еще и ласт хит для шада очень приятно должно быть здесь войду и просто четыре типа подряд пять типов что за типы такие энигмы кстати покупает себе pipe действительно очень много магического урона три широка мало визы здесь как хороший выбор все еще есть таки наверно что которых никто не забрал тоже нет райдерами отбирать патрайдер вполне может сделать про макшин у него уже и напал на фэйр файк активная руна прыгает через буквально пять секунд и судя по всему заберет или шаг работе вниз но это мне кому его забрать война паста фармит здесь это был 100 0 ширка это очень хорош тайминг для нас эта минута теста помогли ему определенно устал нам тут непонятно как его убивать нас а только если делает конечно spirit vessel феникс но до этого спирит весело конечно еще очень много золота да не самая фри игра для каори как мы видели в предыдущем матче радат андерс здесь все гораздо сложнее ну да здесь просто классический феникс пятерка нужному level и можно подставиться сейчас опять под арену марса данным повезло снимает вижу это 2000 бегает центрями очень грамотно делает и в итоге снова забирают феникса и снова типы так это что война против каори конкретно а мне кажется каори доволен тем что на него столько внимания стягивают стакуются два кора марс плюс войд на одной части карты но в этот раз даже не была прожжутых ана сферы можно было бы побольше пил попытаться выманить ресурсов из врачной команды пока что это так был фениксу for free жило конечно то 2000 нашей фармить он этого не любит не менее после этого быстро восстанавливать свои хп что у нас выход от миража в т2 густон есть есть смог давай лама с даггером тут же у дэнс пак все скидывает пару телепортов можно ловить давай ламу но анджела нужно наверное первым номером убивать пытаться потому что под ним убить просто невозможно героя хотя давай лама очень много дпс впитал в итоге сколько было 5 телепортов мид 4 и разменялись тройкой ну и очень хорошо и вовремя среагировал на свой шедоу дэнс к 2000 не так то просто на него взять и напасть нету луисе какого-то моментального стану даже уволь да там и замах нужны будут можно хвалить но мне кажется хвалим в каждой игре ну есть за что очень хорошо играет раскрылся в этой команде арина тандарт на самом деле убить и к дальше бкб даггер пока башки еще довольно таки долго выход на него но здесь есть феникс который может как-то пробовать это все и позвольте этому случиться скажем так шат с куполом он может солить на самом деле этого феникса но он подстрелу хороший пикапах но и нужны типы на калории считаю после этого докажутся они уже кончились пока что калорий здесь просто снизу под фишу и потихонечку даже не приближается он к своему спирит веселу который он так хочется фармить не знаем правильно или неправильно он делает тут уж трудно сказать с одной стороны вроде бы на себя стягивает какое-то внимание выманивают кнопки и ультимейты с другой стороны имеет думаю сейчас сейчас не самое худшее время чтобы команде арина тандарт собраться и принять какой-то тимфайт отсутствует хроносфера у феникса есть яйцо но в любом случае а этот андрес просто продолжает фармить посмотри феникс опять снизу и на нем собираются отфармливаться продолжать улетел он за карту есть у него еще луч и в этот раз говори сейчас еще раз умер это был бы это был бы конечно уже сдавала мы делаем т.п. его увидели ра это мне на это это было сапона сейф да и стянулись на просто два кора команды да хороший отрезок прожать яйцо шат просто убегает интересно что будет собирать вультер будет ли он здесь делать крифсы либо он будет выходить блин бкб здесь блин бкб выглядит очень хорошим выбором а блин у него уже стоит вот только что но поставил у него был пустой кайбай скипает науры рожь и здесь если честно так вот прикинуть работает время на команду рида тандарс куда нигма войти очень опасно феникс лейте очень опасен бэтик тоже с ларк опасен у как бы у них с келлица очень много героев на самом деле влейт сейчас очень опасен лишь рак в данной стадии игры но пока что маловато вообще каких-либо знаешь интеракции между двумя командами чтобы там лишь так забежал нажал бы 100 начал сжигать и в миде может быть инициация на нуба под арену . живет есть или форт может ли омар есть и блэк холл пошел сбить нечем и шрак ловит есть стрела прилетать лишь рак очень много дпс получил на разворочь начинает настреливать улетел до 2000 сразу же контроль поймал не самая лучшая драка для рэда начинает немножко доминировать по карте хаслера грамотно очень играют все это время фармить шат вот в чем самый плюс огромный да он присоединяется только лишь на убийство феникса тут бесконечная от фармка идет до конца за фениксом на хайграунд хочет улететь феникс паута нет есть стрела которая процветила есть что же такое его всех сторон феникс атакуют практически выжил у него было кд временем цента у нас пока что закрыт естественно после этой драки напоминаю что бонус сто процентов на первый депозит вы получаете промокода дпс панер по трансляции регистрируйтесь и забирайте этот бонус себе подождем еще чуть может быть появится вот трудно оценить действительно с одной стороны рэда тандерс до которой вы те будут сильны с другой стороны сейчас доминация от хаслеров да такая номинальная вот 27 тем временем доминация вроде есть но по голоде то ведут всего 2000 но мы же не говорили вообще о лейт потенциале команды хаслеров там есть войт который убивает вообще всех в своих на сфере если он ставит допустим хроносферу на энигму они в обратную сторону там конечно же либо может поставить на кол на войда всегда бой тоже другой стороны может время ставить хроносферу на эту энигму и убивать да знаешь сгладил ты похоже каори что у него карточка это вообще не клеится никак по 72 играет но благодаря этому другая другая часть карты фармится правильно вот уже нужно умирать на воли все равно своим факт сделает рано он дошло яйцо в драке купил шар купил себе нет не купил свечер купил себе виталити бустер потихонечку помаленечку идет спирит весла правда зарядов у него пока что в нем 0 и снова и снова идут по этой нижней линии понял что здесь с отаваром стоит вард на котором на него напали и спокойно получил для себя 200 а 2000 уже есть ага ним кстати говоря это вот такой серьезный power spike после этого берет тот самый слайер который ты говорил и лишь рак уже будет не такой не таким опасным важно наверное power spike это аганим ой это даггер у нуба будет он прыгать как-то заскакивать но прыгать и заскакивать ему наверное 100 блинка стоит только лишь в омника омника скорее всего омника тоже на самом деле как бы и blink будет он спасать своих тиммейтов если на него не с инициируют ок блин появился у них мы может быть хотим какой-то смог прожать проводим файт навязать хотя в теории наверное такая затяжная игра пока что устраивает rda thunders до 2000 фармит но ему нужно бкб здесь по-любому быть совсем прям очень сильным потом наверное скади какой-то появится против набор немецкий набор у него уж и есть мечтает не загоним с этим набором можно уже что-то придумать конечно чтобы дополнить нужно еще шарт но шар тут кипа и пашки ставит шарту старка конечно очень крутой он один из лучших шардов в игре не боится стартовая ламу за ним могли бы конечно быть его тиммейты и смотри со спины волосы тоже идет ок несколько телепортов в уйтер ну сюда прилетает еще и но хорошая бочка тут бы как-то от экшена нет не виз равно неуязвимость мы это все прекрасно знаем и это до сих пор работает в доте тем временем погибает кто каори это было храно сфера и кстати мне кажется это храно сфера это уже критично то есть 22 минута ты ставишь храно сферу чтобы убить феникса и сейчас может быть хороший димфайт с респауна каури да жаль не чем бить рошана так бы можно было исчезано глядь на рошана выйти подраться но сларк наверное не тот герой который так спокойно сносит рошана если у конечно немного стаков но пока что с н shift 3 поинта до 2000 если бы в четыре там удваивание время действия успела нажать bkb но это не помогло это нажал на заряд до потерял свой заряд я боли кипа по-любому добивали ну да ладно и вот вы же наша наша хастер может быть опасно даже без нуба чем того что храно сферы нет вот от 2000 видит что он неподвиженном здесь никто не знает полокол могут быть очень опасным руковод сейчас вот там бы сбил наверно алекс со стрелой рядышком стоит так просто дать блокол настреливать но очень много знаешь вот давай ламу вынуждены нажать bkb вынужден был нажать грифсы ну и что black hole будет или нет трансляция неплохая запрыгнул с этого лама 2 до 2000 не попадает в него паунсом еще один паунс есть прожимает начинает на настреливать начинает забирать стаки аегис пока что лишь рака топа егисов для шачлоса ну и дальше будет ли врыв какой-то чейзить нужно до конца па 2000 немножко паунсом не достает паунс еще один в кулдауне энджел отсюда конечно же не выходит но больше цепануть наверное никого не получится в итоге мне кажется не самый плохой аегис для рада тандерс пусть его лишь рак забрал но дрались неплохо могли лучше конечно могли кора кого-то еще цепануть но могло быть еще и хуже очень красиво ворвался на самом деле давай лама первым номером буквально там миллисекунду не успел дать копье феникса ауре наряжка зубы поражал яйцо и кому нужно вынуждать бака башка бутеру она нигму точно нужно бака башка тогда black hole будет сказочный я уверен там буквально просто байда нужно будет его нажимать ни в кого другого в одного героя если будет прошел таймболк все спокойно прыгаешь с жмачным только если там еще лишь рак стоит так это вообще будет может может обернуться боком до и нигмы когда там еще лишь рак стоит просто пассивным уроном с диаболиков с пульс новой конце под бкб браток ну ты тоже тоже конечно немножко суеты не на воде лами диаболиками не бьет и феникс все также позиции снизу ну ты посмотри он уже 12 уровень это же реально окупается просто то что он умер восемь раз при этом у него уровень огромный он я грелан импакта свой дает сейчас чуть ли не жёк он просто давай ламу сова а ори шарит даже если калорий погибает на фениксе это значит знать для чего это нужно правильно и напомню вам дорогие друзья чтоб сто процентов депозит его получать в промокоду dpc панер по трансляции регистрируемся на сайте бэдбом вводим свой первый депозит вводим dpc промокод и забираем бонус ну то что здесь ну вместе с калорий могут погибнуть это уже наверное неприятно страшно было не решились каорий вместе с бэтрайдером нападать на феникса будет у нас вера летел поймал он его он поймал его но за картой то есть сейчас вывалится они не подозревают об этом увидели его сейчас на варде только лишь благодаря борду хорошо но бы этих скипать пачку все делает грамотно так лишь рак нажимая телепорт мид очень опасно в соло это делает давай лама вообще на топ летит на самом деле если он не боится если на этих телепортах и подловить можно где-то кого-то пиков и тонус усварка появилась сверху бка башка уже есть или нет да почти есть бкб дальше естественно скаде все как мы и планировали наверное прошло сам но когда 2000 шарбасов по камеру не нужен знаешь хочет он все-таки если для начала быть боевым а потом уже как-то сейвится сеть реальный dps а может быть шарца 2 рошана хочет забрать как тебе вот такая вот ну да может быть после 2 рошана если не получится его забрать он как раз таки купит этот шарт логично так вот может подставиться какой как у него есть но здесь есть лассо дальше будет будет паунс ать бкб еще 9 секунд и это можно продолжать нападение без бкб сейчас находится будет палец на крипу и вес ларк пытался он проводить охоту номера шоу уж просто топ ничего не боится у него ягис минута двадцать будет конечно тут малифайс немножко пугает но знает что лассо нет и падение на мирану получится есть 2 паунсу с марка это будет куча стаков по-любому даже не опасно здесь опасность этого ламп отходит есть дар паку старка встречи бкб мусор никого не бьет блэк холл четверых просто шикарнейший какой блэк холл от уйтера моментальный минус 3 тут же стояло яйцо шат шат у него нет хроносферы он пытается какой-то размен дать восстает мираж конечно из мертвых благодаря егисту хорошая стрела по нубу ну и до конца пошел пошел мейш слэй работает а 2000 настрелит при широку куча стаков уже просто огромное количество сларка 39 стаков драться с ним под этими стаками нельзя и поэтому отходит хастлер вот тебе я хочу подвести к тому что каори вел к этой драки всю игру он постоянно давал на себя ставить эти хроносферы из раза в раз уже в течение 30 минут и вот где была хроносфера твой да когда она была так нужна в каори и нажал вот именно так что драка когда продолжается смотри ловит у нас он не на это это 2000 пока что нет ультимейта и еще и тут можно можно задумать но как же его выхиливает хорошо здесь каори рядышком находится шат под бкбшкой где ты а 2000 он пока что в стане у него всех все в кулдауне можно алекса забирать но он дальше прыгает кого-то есть ли хороший баунс но не приятно с ларкой играть против как же сильный сейчас решать то что у старка просто бкб курица умерла ангелой шин просто выключает ему все сплы и конечно это неприятно играть но они знают что нет сейчас хронов значит можно драться спокойно дальше продолжать еще куча 100 стаков есть у старка 75 гилы у него украдено и сейчас спокойненько так старт просто заходит как будто бы на свой коншей его падает идеальная шмотка паладин сворт паладин сворт такая вообще так ну что пока башку нужно принести нужно купить себе с кадос и уже тогда совсем сларк становится боевой машиной опасный по его это знаешь пока . ощущение что фронта дпс не хватает то есть если там крон не попадает каори он начинает выхиливать кучом неприятно здесь потом еще и с появлением шарда у сларка то есть если допустим с парка на сфере то его хилит феникс если в хроносфере пикс его там ставит старок получается вообще отличная комбинация с полок они шмотки третьего разряда нужно все по выбивать естественно и нигмы хорошие было по моему на откат кулдаунов еще 4000 преимущества есть откуда-то у команды хастлерс площади что игра уже в руках в аренат андерс посту что я увидел да конечно сферы большой драки не было ты увидел просто одну хронов четверых давай будем откровенны это а там был нереальный момент да ну да один боков четверых то вид такого может не повториться за всю игру больше это действительно очень крутой мафат выйдера был но сейчас у него есть бкб и под бкб шка ему сбить здесь был кол может только фейсы свой а у него хрона 5 секунд кулдаун арте а исполн 2 не попадает алекс уходит и что там удалось было у него еще третий лип а у сларка такой возможности прыгать третий раз нет не так он бы прицепил у вас и паунца вторым конечно да а бы догнала уже команду ну что делать нужно как-то реализовывать бкб шкунигмы сейчас нужен тимфайт понимает что и хрона имеется поэтому почему нужен тут хорошо если зачем должно все решаться на сохранять спал и под респаун рошана куда нужно не отдать на сверху не отдать black hole арен тандерс торопиться некуда они себя чувствуют прекрасно в этой игре аптеку бэтридера мне нравится знаю что просто прыгнуть увезти под бака башка кого-то и зафокусить быстро моментально полник не устал срегирует просто хороший выбор 1000 активно бегает здесь смотрит сразу же соответственно ты такой стоит какой-то vision или нет приятность лар герой у тебя в команде когда он пишет ставить тяжело против него смоков пасарка просто играет он нагло действует выходит прям на линию я думаю прекрасно понимает хастлера что другие линии никто у нас не отпушивает соответственно где вся команда стоит за спиной у сларка вот без ларка то что они пошли вперед это может быть риск на вражеский вард может роматься давай лама сам может поймать тубы тут стоит вард на горке он у бабы к башка есть как он поймает так ну что в инвизи выходит кого ловят феникса тут же enigma black hole давать лишь рака не хочется есть просто пейсис мой да как же шикарно будет все нашел но воин сейчас остановит свой кп angel нажимает просто ультимейт свои все все разбегаются т.а.2000 тоже бкб прожал опасно можно купол нажимать можно прожимать купол падает феникс купол байбек тут же от омника стан хороший по сларку залетает еще контроль гем лежит гем нужно забрать и как-то выйти отсюда на в каком же тильте находится сларк он просто просто стоял в контроле наверное секунд семь сумме да его заставил лишь рак потом у него прилетела стрела потом если бы давай лама дал еще удачная компьютер скорее всего сларк должен был там погибать погибнуть конечно тяжело у него очень много статов блин но немножко не повезло да как же круто в уйтер все сделал то есть он вышел из арены под бкб шкой зашел в драку нашел войда и давнего блэк холл а все хорошо но кажется будет был в этом блэк холле бкб сложно не сложно нанести в него урон старте может от него пауз не может него хорошенько выгрызться и появляется рашан урон а урона физического не хватает ашан появляется очень быстро он падает не знаю будет ли они не удраться но без плохого имеет смысл и диадали из его луч пасса тоже нет ну наверное придется отдавать возможно немножко видеть ой тут амар спасал cookies amsam получил стрелу 5 секундную просто в лицо вот это 2000 начинает настреливать шат пвп против сларка сларк кстати говоря до сих пор без шардика просто выпрыгивает хватает давай ламу в инвизи как же неприятно т.а.2000 просто уходит в итоге каори нужно как-нибудь улететь но нет его уничтожает дальше лишь рак идет вытер вынужден был нажать бкб в размен на эту арену вот давай ламы пока сларка уйти ну просто урона не хватает у него честно говоря он не может разогнаться его бы знаешь вот побить буквально пять секунд кого-нибудь и тогда может быть хватит урода но постоянного старта до ура сейчас будет скадим с будет чуть попроще потом он решил башер купить ну вот конечно крепкий есть него и он на длину курьеры и собирается сделать он рефрешер есть куча урона скоро будет 2 храно сферы есть уже рефрешеру давай ламы в этой драке этот рефрешер он спас ему жизнь смог он жить рефрешер снова нажать бкб является скадио то 2000 минус ты один надежда опять да вся на то 2000 ну и конечно же на хороший был холод вальтера пока black hole и у него нормальный нет к ним вопросов вообще а у него точно хорошие боковые тут уже скорее команде вопросы почему нету стал уроне бы пола урона вещи как бы битрайдер от такой герой он либо доминирует всю карту и у него прям дикий урон либо вот он уже играет такого более больше сами керрида который прыгает там вывозит это помогает но по итогу весь урон должен выдавать сларк ждем рефрешера просто это либо и в 2 black hole а выйду убить точном проблеме будет вот тут не так не так просто найти и фрешер прячется кстати говоря лишь рак то может поставиться здесь ей как убирать а может забрать но улетел сларк так вы забрали я думаю под лосо спокойно парком шестнадцатого есть говори скоро уже 18 левел третье яйцо есть у него шард очень неудачно знаешь в одной спины игрок просто вдвоем смартфон с феникс попались в яйцо о и фра сферу так делать не нужно да феникс нужно все-таки держать позицию под эту хрон оставить свой свое яйцо у него уже есть шартик у него имеется и просто нравится выхиливать свою команду лук продолжает спит пушить снизу не хотят уже никакие честные димфайты 5 на 5 принимать фондарь от андерс тут появление и фрешера но его не фармит вот не появляется у него золото это ланчиками там вызывай да и кажется посмотри с айгисом идут на хг полторы минуты на егисом очень большой войд конечно и плохой мув посмотрел просто пару тычек дал на какой-то т.п. возможно развел сами по т.п. лес можно зачистить на самом деле ведь увидели два телепорта бетра дров заводит еще погоню как будет сейчас еще один pounds можно т.п. жать можно конечно попробовать напасть здесь на широко получить какие-то стаки увидел он молнию от нейтрального предмета миража понял что мираж находился как раз таки в инвизи дисмаке и наверно просто скипнет сейчас следующую пачку до 2000 максимально они выигрывают время чтобы как раз дождать закончится когда айгис но 26 секунд шат просто наглеет запрыгивает понимает что либо прям либо сейчас либо никогда айгис вот-вот закончится и нужно хотя бы как-то сторону забрать либо развести на тимфайт ну опять шат бьет два удара просто улетает побаиваются было небольшое окошко команда ареда напасть пока у лишь рака т.п. вк.д. прилетал на лист на пачку об этом прекрасно знал парк но не решились все же айгис присутствовала в айда и вот сейчас он кончился аккуратно нужно быть фениксу ломают ума увижу собрались пятером мастер сам лесу первый таймер ваша нам будет через дисплей минуты без айгиса можно и подфармить такое ощущение что мариат андерс никакие мувы делать не собираются и не будут 2 800 энигмы мешал играл еще шарт еще тысячи две или фар хочет сларк песный выбор башер ну давай посмотрим почему ли фаер есть ульт омника и есть форстаф омника вот две причины которые здесь вижу наверное все же главная причина это ульт омника сильно мешает носить из урон какая же тяжелая драка будет на самом то деле смотрю просто на сборочку дала ламы рефрешер и арены и пока башки очень тяжелой дамы на то же самое страшное у лешака есть хекс сажегка этому мне кажется один-то раз убить невозможно а что же говорить если ему достанется 2 из это может какой-то там третий рашад главное следить за фармом энигмы есть ульт рт-200 вот этот рефреш это самый главный поверспайк сейчас у команда арена и он нужен до следующего рашаду то есть у них есть это лучшем случае минута в лучшем случае четыре минуты чтобы зафармить рефрешер линии пушатся тут неплохо фармить авар тоже знаешь проседает потихонечку есть ли вообще какой-то потенциал команды ретанд раздел пиков мне кажется есть есть комбинация лассо плюс сларк плюс какой-нибудь феникс урона нужно хватать на любого героя сложно потомник может рядом с ним оказаться засейвить все это дело но продлить лассо нечем нужна snap fire тоже эти сплыли нужно хорошо нажать и нигма с базы выходить не хочет и фар появился у сларка он без боем не хватает у него 2000 голды и этот похоже все знаешь вся ставка на последнюю драку возможно будет два black hole а арк побьет шарт он так себе кстати говоря не купил видимо просто нет лишних денег вот эти шарт появился у него в кипая там будет очень хороший повраспайк для него полторы минуты горошана есть уже рецепт рефрешеров и дигмы обижали в инвизи рано сердце попробовать может быть бэтрайдера здесь поймать пойти к бб кстати говоря нет и его ловят приятная ситуация вторая рефрешер второе копье минус бэтрайдер 80 секунд без байбека может быть это придаст сейчас уверенности команде dota 2 hustlers при том что все повар спайки у ряд андерс есть да есть два бэк пола если фаре заводила 40 секунд до появления рошана 20 секунд рамки для того шаг улетел прокликали тоже моментально можно напасть сейчас на кого-то ловит стрелу у нас 5 секунд на в яблочко с ларк лишь рак уже возле команды не так что он далеко улетел просто отпушить мид нужно аренда тоже подумали о том чтобы отпушить сайды хочется подраться за рошана за этого рошана конечно нет и будет только через 17 секунд лама выходит ревелец маки в него было кол давать конечно же не хочется арена есть я прожала прожимает bkb все наверное уже за рошана не подраться нужно проблема проблема что без бэтрайдера какую-то одну цель напасть вообще практически нереально когда у них уже есть бкбшки спаун с этой не заинициируешь из блэк пола ну тебе его нужно оставить на вайда по-другому никак не получится пока мертвый бэтрайдер потенциала для атаки просто ноль рошан вот только появляется начинает его бить шат где тоже хочет агильный блин там дерево шат а там не так много дпс вот тут конечно я уже хватает с миража с лишрока огромное количество брали егид аганим получает мираж и это еще страшнее теперь флорку его тяжелее убивать хотя у него есть нолик появляется главная контра энигмы в интере вайда это и из пятиминутный энигма даже с рефрешером уже ничего ему сделать не может хорошо вы там сбоку убьете его один разок но что вы делать дальше 1 бакула не хватит нужно нажимать 2 на самом деле если он бкб не нажмет хватит и 1 бакула у него это сам бкб нажмет но шат показывал что пальцы у него в этой игре быстрые постоянно нажимал бкбшки даже в ситуациях где реакция нужна была очень серьезная 27000 ведут хаслеры 45 минуте тяжело такое отыгрывать мне кажется дпс у него маловато проблем что он один то есть это он один может только физ урон какой-то вносить в этой игре а есть энигма конечно которые уйти раскрывая на стопе нуба падают через я поймали ла шикарно на классно играет хаслеры тут не прикопаешься вот теперь он оба есть ббк 85 секунд он конечно в таверне но если что забавится и вот как раз урон который может помочь ларку это было торн осыба к байсу в кого-то нажмет там урона хватит говоря у фасе свой да нечем скидывать вообще было должно за исключением бака башки всем погибает там из бкб при прожимает бкб после этого можно под бутонного забрать продай с рефрешер бакова еще одну закон на хг все еще три минуты есть регис и вообще непонятно что с этим и весом делать один то раз было проблемно убить войду ксичной смертей лакуал бкб он не успел нажать яйцо было тоже важны могут убить него хорошие ультали fire включается и войти и погибает здесь мираж миража так как убивать очень много стаков просто не нереальное количество стаков сейчас у парка вторая арена двоих прибивает сларк погибнет сларк живет пока что сларк если шарт у него нет все в кулдауне выйти с арены просто нет возможности бегать бьет этого лишь рака дпс а пока что не хватает но мираж подставляется как живу выжигает лучом битрайдер до конца нужно чейзить их вот не выкупается и конечно это минус сейчас вот но проблема лишь в том что у нажали два блэк холла появится сейчас войд появится и не просто вернуться откатятся через 120 секунд уже появится пиры бы кол все на самом деле не так-то плохо все на того какое вообще преимущество по галде есть у команды до 30 тысяч и все еще ведут показывают это охотина могут 40 секунд нет еще воида можно кого-то поймать попробовать кнопок вообще нет то есть у марса еды в бкб у него нет рефрешера очень аккуратно чуть хастера и заходит на vision vision увидел катится арк здесь падают с него стаки он уже становится не таким опасным все стаки закончились м бомон шимон шарт какой-нибудь побыстрее бить просто вот он тоже хорошо мои шлэр прогрейдить не хватает гема сейчас команде radiant все эти варды снять кучу информации получает сларк поводу вардов рецепты и он дисков курицы за сейвил себе но полетел дальше толкать линию лешак улетает лишь рака видно сейчас фейсы свой видно можно что-то придумать придумывать что-то сейчас нужно команде да у них больше не то ягиса и фактор двух был холлов скоро уже откатиться был демоджи может быть напасть на миража пробует таки набить на нем ну и хочет рисковать и 2000 у него бай бака нету не 860 голды не хватает добавить нужно бай добить для начала интересно это становится игра все-таки есть у права на войда хорошая покупка нули фаера никак не может спасти своего тиммейта в облик найти был право еще на лишь рака тоже не просто его убивать он в предыдущей драке сколько жил сколько человека убил но он был близок потому чтобы умереть сейчас конечно заряду рефрешер весло нет не хочется врываться на то 2000 к это не видишь и нигму нигма прыгнет даст black hole а вот ну вполне может ворваться на какого-нибудь марса первым и на войда находите что ворваться вышли замоках на линию по план здесь кого-то подкараулить но кого-то войда над push пачки посмотри стать самара кончается смог и наступил день как же не вовремя наступил день сейчас все можно по кустикам можно по кустикам здесь прошерстеть и жена нет ирана аккуратно впушивает линию мира но это не тот таргет естественно из-под своего вижена просто не выходит хастлеры не настолько они знаешь лупы чтобы просто пойти и толкать линию на войде но уже не чувствуется преимущество эти 30000 да погоди ты тоже ты увидел опять два блок холл и у тебя уже ничего не чувствуется если эти двух блок холлов не будет все ты сразу все почувствуешь все преимущество почувствую но при этом как же теперь зажатый хастлеры они больше ничего не хотят не хотят больше пушки не хотят следующего ягиса но и от рады тандр должны понимать что нельзя допустить что был следующая египта не как же хочет это жла торн взять но нужно на байбек оставлять 100 процентов здесь ларку потом у нас собирается арин я давал вам роль 2000 и широко и что же там такое куплено съеденный аганим 8000 интере а так у него в целом статы уже давненько не менялись рефреша хороший вариант рефрешить bkb шку хекс вот столом можно себе еще вторые травела купить когда рефрешера райдер и байбек откатывается через две с половиной минуты единственный на карте у этого этого байбека нет представляю как тяжело в уйтеру играть в эту игру потому что ты понимаешь что все на тебе и если ты зафейлишь со своими бокалами и супер смотря закончится да я с тобой согласен прессинг стресс высокий стресса точно высокие у них мы выходит опять запрыгивать просто на скалой стоит ничего не хочет делать не хочет никуда идти он хочет чтобы артандр и мы сами пошли на хайграунд их просканили отличный скан от дайер ну там и банка залетела это было видно прекрасно и мирана в ответ и рошан подряд через металл 40 не зря не зря результат андрес вылезли своей базы прекрасно они понимают что вот тот самый таймер когда нужно подраться нужно подраться подраться чуть позже 5 вражеский оба байбеком увой да есть б б кули широка б б комит с ларк тоже марс имеет байбек нет б б к лб трайдера и нет б б к у феникса остальных есть на баях при этом просто прошание проиграться этому феникса есть репресс может забрать может забрать аван пост почему они его не забирают если они хотят заражена как же сейчас я там таком очки знаешь таком легком я близко что на легком даже тут тут даже я сижу так знаешь это не особо спокойно все в руках уйтера если уводит получит этот блэк холл конечно обойница прилетит окей вот тоже что делать ты попал вайда блэк холл вы его за первый забрали давать 2 лишь рака или ждать войда обратно ждать байбека войда да ну непонятно с и вряд ли будут ждать байбеку давай ловил смоков он в инвизи он в инвизи та понимает что его видно битрайдер пытается вот сторонить самые лучшие кнопки нажаты находит находит энигму но это омник омник просто на энигму сел не дает ей двигаться тебя нужно помочь нужно убить омни на это но проблема в том что падает битрайдер битрайдер без байбека анжел тоже погибает будет либо колл нет просто купол в инвизи второй купол в сларка и не знаю выживет ли здесь сларк у него уже нет ничего у него есть бкб он выходит от драки и вот он блэк холл сбивается потому что не было не было бы к пешке и нигма просто сбая погибает ладно это гудгейм похоже но все еще есть байбеку сларка да сейчас будет аегис да и нигма 80 секунд у нее есть рефреш то есть один баку будет но при этом это баку будет на байда с аегисом но тут на действительно кажется что сейчас должна заканчиваться игра судя вот по всем данным что у нас имеются данные имеются жесткие таксисты ну да и нигма в таверне блэк пол в кд и даже знаешь то самое обидное что сейчас рефрешера даже заранее нажал чтобы хотя бы рефрешер откатывался сейчас потому что ему по-любому придется эти прессорка на ресницы нажми он там рефрешер и дай дай блок холл сбк б возможно бы все поменялось батрайдер без байбека снизу может сейчас умереть из него блин есть в ростов чудо спасается хоть соло про заходят на хайграунд 30 секунда нигма 30 секунд из ларка естественно никто не будет байбекаться можно гриф прожать на эту сторону что может быть его убьют зала сокать образок как можно было попробовать луч плюс печенька потом продлить луч оникса очень много дамажит плюс есть спирит весел единственное просто был бы оегис 10 5 секунд и нигмы знаю не верится уже тяжело что-то сделать уже ожидает этого блэк пола ты нигму все равно 48 секунд и нигма вот и сейчас еще поставится вынуждены просто поражать bkb покнули на бака башку его и без bkb нормальный был холл и нигму не даст его его собьют за чувствуется установка у и нигмы что ему надо нажимать блэк пол только на вайда сейчас можно было нажать бы кол на марса а по идее был бы неплохой kill там марса конечно есть пайпэк но это было бы хоть что-то но сэйвит кстати нет рефрешер еще есть он сэйвит фактор того что если бы он тогда нажал бакула марса ему пришлось жать рефрешер это был по один боков остается сейчас все еще два два ты не нажмешь без бкб понимаешь прыгнет без бкб нажмет блэк холл он умрет и моментально хекс получит ему только нажимать рефрешер по-другому никак здесь не получится минус две стороны и отходит просто спокойно нет отступили потому что им скипал пачку здесь батрайдер они быстренько на него развернулись кажется что этот пуш не закончится сейчас байтед шаг не хочется уже не выдавать вот сейчас поймали в на пауз хроносфера просто четверо героев ну тут похоронная двойная сфера взлетая беда гудгейм тоже право хаслера и бекки конечно есть но без блэк холла вы никого не убьете пытка здесь до 2000 что-то сделать но бьет стаки набирает кстати убьет весь освоить один раз ламу бьет есть у него еще шарт можно нажать на себя рефрешер то дал dance шатта кстати говоря без без пкб да и без полов можно попробовать на самом деле что сделать очень много конечно есть еще с ларка шар можно можно в инвиз уйти как же не хватает дпс и просто-напросто одного сарка 45 стаков но этого мало гудгейм ну вот тебе и хаслеры по тебе и аутсайдеры в этой игре ну примерно стоит извиниться перед ребятами из хастерс я их реально недооцениваю тут они показывают что они реально могут круто играть и эта игра вот так как доказательство я знаешь думал что победили аутсайдеров прошлись там по легкой сетки пока что групповой но эта игра доказывает обратно что они действительно не просто так находятся на первой строчке групповой стадии но неспроста не стерли монаст по 2-0 и там было прям очень уверенно и все таки это говорит о том что ребята действительно очень круто играют хороший драфт балансированный хорошая игра по итогу мне кажется не хватило рада тандерс просто одного кого-то еще героя вот знаешь вместо беттика не знаю насколько он был хорош как будто бы просто сларк не хватало ему дпс и в уйтер настолько зациклился давать блэк холл только в он ли фейсли свой да действительно что по итогу в конце он два раза просто попал в купол и ничего не смог сделать а уж остается наверно только ожидать вторую карту потому что первая была просто шикарной хочется как можно скорее начать вторую а поэтому перерывчик 5-7 минут и мы вернемся как только вторая карта начнем